Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дамы и господа, добрый вечер, коллеги. Мы рады вас приветствовать на традиционном технико-экономическом вебинаре, это вводный технико-экономический вебинар. И, собственно, традиционно в 12 по Москве и в 19 по Москве для разных часовых поясов мы проводим с Сергеем Анатольевичем вебинар. Итак, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно от 1 до 10. Меня зовут Суходов Алексей и сегодня я и Сергей Анатольевич мы проведем для вас вводный технико-экономический вебинар. Для начала давайте, пожалуйста, пройдем опросник, в какой раз вы присутствуете на данном вебинаре. То есть это именно вводный вебинар, он направлен именно в первую очередь на новичков. И мы всегда будем настаивать на том, что на данный вебинар необходимо приглашать действительно максимум новичков, потому что здесь человек, который новый, только входит в проект, только начинает разбираться, абсолютно доходчиво, четко, ясно, лаконично получит информацию, которую те люди, которые только сами недавно присоединились в проект, не могут еще рассказать на должном уровне, не потому что они не обладают какими-то способностями, качествами, потому что они еще до конца сами не разобрались. Но еще до этого времени можно и самим обучаться посещать данный вебинар. Вот вы видите по опроснику уже второй раз, в первый раз, когда было неясно, и третий и более, многие люди посещают. То есть этому может служить причин несколько, либо людям просто интересно слушать то, что мы говорим, в принципе, Сергеем Анатольевичем одно и то же, не те же слова, на вводном технико-экономическом вебинаре и добавляя щепоточку в разнообразие, то есть, естественно, как попугай, мы не можем повторять одно и то же, и это было бы просто неинтересно в первую очередь для самих спикеров. Но в основном, дамы и господа, здесь информация как раз-таки произносится одна и та же, которую необходимо впитывать, учиться, и это действительно выверенная схема, чтобы максимально четко, за короткий промежуток времени, ну, что касается вебинара, это час, но презентацию можно сжать до 10 минут. Я думаю, что мы также подготовим Skyway Capital снова, это неоднократно было сделано, когда мы участвовали, Сергеем Анатольевичем, в других инвестпроводящих системах, скрипты для новичка, и чтобы каждый из вас смог донести информацию о проекте, максимально быстро большому количеству людей, потому что, дамы и господа, наш проект действительно благородный, он действительно направлен на высшие, так скажем, цели, на создание и реализацию достаточно серьезной технологии, которая изменит действительно жизнь многих людей, если не всех на планете. И если раньше я считал, что 70%, 60-70% следует узнать о технологии Skyway, именно от населения Земли, то сейчас я считаю, что это 99%. Ну и, соответственно, Сергей Анатольевич, это тот человек, который с высоты такого макроэкономического полета грандиозного, вам расскажет уже о сравнении с технологическими укладами, то есть это именно автор, так скажем, концепции наложения технологических укладов на шестой технологический уклад, что в отличие от Глазева у нас является Skyway, и, естественно, уже выход на седьмой технологический уклад, то, о чем никто никогда не говорил. Но перейдем непосредственно к презентации, что такое Skyway, что такое Transnet, я думаю, что данные слова для новичков абсолютно новые, абсолютно невиданные, так скажем, вы не представляете, какой невиданный потенциал несут себе эти слова, какую энергию и заряд, на самом деле, которая может обеспечить достаточно безбедное существование вам уже в ближайшем будущем. И когда интернет, телекоммуникации, смартфоны были, соответственно, созданы и рождены с кремниевых технологий, которые строятся на свойстве кремния пьезоэффекте, и, соответственно, из этого всего также появилась пакетная передача цифровых данных, в 1969 году она произошла, и, соответственно, родился интернет. То есть это виртуальная сеть, виртуальная сеть, к которой мы абсолютно привыкли, через которую терабайты информации передаются фактически каждые минуты, и, собственно, это десятки терабайт, сотни терабайт, если учитывать весь мир. Раньше таких масштабов невозможно было представить. Невозможно было представить, что одно устройство будет именно заменять потенциал всей московской телефонной сети, которая раньше функционировала, и многие люди ранее стояли в очередях для того, чтобы установить домашний телефон, но кто-то тем временем строил новую нишу, прокладывал оптоволокно и занимался такими ненужными на тот момент изобретениями, как трехкилограммовые мобильные телефоны, которые носили только достаточно небедные люди, на тот момент носили, потому что действительно это буквально на руках нужно было носить и также сопровождать с собой достаточно серьезный аккумулятор. Сегодня же смартфоны являются абсолютно легкими и, более того, идет возврат именно к традиционным кнопочным моделям. Несмотря на то, что огромное количество функционала предоставляет современный умный телефон, смартфон, что переводится на английский язык, то мы можем сказать, что многие люди возвращаются к традициям, как говорится, все, что было в начале и с чего все начиналось, все хорошо забытое старое, это и есть новое. И, дамы и господа, чего не скажешь на самом деле о нашем ближайшем будущем, а совершенно новое, будущее мировое транспортное, энергетическое, коммуникационное и даже социальная сеть Транснет, за участие в которой будут бороться многие крупнейшие корпорации, которые сейчас формируют капитализацию пятого технологического уклада, то есть это Apple, это Google, это вся система Android и другие различные гиганты, как LG, Philips и так далее, Xiaomi и так далее. Очень много китайских компаний появилось. Alibaba, крупнейшее IPO за историю биржи. И все это, дамы и господа, порождение пятого технологического уклада. И, соответственно, раньше это невозможно было представить, сейчас это абсолютно обыденная логика и обыденная наша реальность. Skyway же это недостающее звено в будущей мировой транспортной логистике. Сегодня мы наблюдаем, когда действительно миллионы тонн грузов просто застряли в логистических пробках и транспортном коллапсе, который сопровождается фактически во всех современных транспортных средствах. И я могу сказать, что никто из вас не желал бы, допустим, находиться на таких вот очень долгих пересадках при перелетах. Что касается авиатранспорта, 3-4 часа максимум, я думаю, пересадка должна длиться 5-10 минут, максимум 15, и то это перебор. Через каждые 2-3 минуты должен подходить подвижной состав, и, соответственно, пропускная способность современных транспортных станций, это касается аэровокзалов, это касается железнодорожных вокзалов, это касается автобусных остановок. Действительно, пропускная способность должна быть максимальная. И как раз-таки такой потенциал, такой эффект, и в соответствии в будущем прибыльность, так как будет большая востребовалась с рынком, представляет собой технология Skyway. И все началось не, так скажем, несколько лет назад, не даже 10 лет назад, все началось более 35 лет назад, когда в конце 70-х годов Анатолий Эдуардович Веницкий на Международной конференции по неракетному освоению космоса представил технологию, каким образом вывести промышленность в открытый космос. Вы это можете найти в YouTube «В небо на колесе», замечательный фильм, который я посмотрел после полугода участия в проекте. Я был просто очень положительно, так скажем, но шокирован. И у меня не складывалось в голове, каким образом тогда не приняли эту концепцию. Но потом, когда, собственно, я посетил уже не один технико-экономический вебинар, тогда ввел технико-экономический вебинар еще один Сергей Анатольевич, и, собственно, я понял, что тогда просто время не пришло. Тогда не появился даже интернет. И агентство стратегических инициатив DARP тогда не создало эту концепцию интернет, которая началась всего лишь с двух тысяч людей. И, собственно, Анатолий Эдуардович Веницкий, понимая это, понимаясь глобальность проекта, именно вот ОСТЮ, орбитальной струнной транспортной системы Юницкого, сбросьте, пожалуйста, ссылку, чтобы мне не отвлекаться, те, кто сейчас вот может найти параллельно. И, соответственно, была создана концепция легкого транспорта второго уровня, эффективного, дешевого и безопасного, комфортного перемещения. Соответственно, от великого к малому Анатолий Эдуардович пошел по логике, абсолютно правильно сделал, потому что, на самом деле, ОСТЮ также основана на струнной технологии. И то, что происходило далее, это многочисленные исследования, это поддержка фонда космонавтики СССР, это поддержка госкино СССР, и грант ООН был получен по развитию городской инфраструктуры, ХабитАп, и, соответственно, много-много событий произошло, но самое такое весомое, в нулевых, было событие, что губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович изъявил желание, такое благородное, человеческое, болевое, действительно, оказал решение финансировать в технологию Skyway. На тот момент это было испытание путевой структуры второго поколения технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть эта путевая структура являлась вторым поколением. Первым поколением это были концепты, наброски, чертежи, рисунки и так далее. То есть это было воображение еще. Здесь же все воплощается уже в железе, можно сказать, что нулевые, 2001 год, 2009 год, это можно сказать рассвет эры Транснет, это когда был заложен нулевой километр в Московской области, город, озеры, и, соответственно, все бы развивалось супер и замечательно, но на тот момент так же время еще не пришло. Не испытывали такого еще недостатка и ощущение кризиса, который на сегодняшний день испытывает наша страна. И в 2009 году, уже через неделю после Госсовета России по инновациям в транспорте, неизвестными лицами по неустановленным причинам испытательный стенд в озерах был полностью уничтожен. То есть нужно было постараться, на самом деле, дамы и господа, потому что газорезками, специальной спецтехникой, так скажем, и многотонные конструкции были действительно разрушены. Можно приехать на это место, посмотреть, что там действительно что-то осталось от конструкции эстакадного типа, но я могу сказать, что когда многотонный ЗИЛ в 2001 году, соответственно, забрался, и вы можете видеть, опять же, множество доказательств на центральных телеканалах, также, дорогие коллеги, сбросьте для новичков вот эти вот ролики, ссылки на то, как такой вот испытатель, действительно, первопроходец, водитель забрался на такую, как бы казалось, легкую, ажурную, и по мнению многих специалистов, технических специалистов, которая должна была разрушиться под весом многотонного ЗИЛа, мы его называем уходящего в небо, но как раз-таки, дамы и господа, эксперимент удался, и в доказательстве этого Анатолий Эдуардович Ницкий стоял сам под путевой структурой. И это, повторяю, начало эпохи Транснет, это то, что, собственно, положило начало третьему поколению струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, и после достаточно многих попыток общения с властями, с крупными олигархами, с людьми, обладающими серьезными финансовыми ресурсами, как на территории России, так и за рубежом, но все сводилось к одному и тому же, чтобы интеллектуальной собственностью обладал не изобретатель, и не тот человек, который действительно может оказать, способствовать именно нахождению в безопасности интеллектуальной собственности, используя технологии именно во благо. То есть, естественно, автор-изобретатель Анатолий Эдуардович Юницкий только это может сделать. Но желание тех людей было, чтобы, соответственно, в пропорциях 70 на 30, в пропорциях 80 на 20 и так далее обладать компанией, управляющей компанией, которая включает в себя всю интеллектуальную собственность. Естественно, дамы и господа, такие условия в бизнесе для обычного предпринимателя, бизнесмена абсолютно неприемлемы, когда основная часть, вся интеллектуальная собственность и стратегия, вся концепция выработана и создана одним человеком. Это Анатолий Эдуардович Юницкий. И, собственно, дамы и господа, это действительно наше с вами счастье, наша с вами удача, так скажем, что мы сейчас участвуем на правах дольщика, на правах совладельца. Мы можем оказывать народное финансирование в проект и создавать несколько направлений. Это финансирование городского пассажирского транспорта Skyway, именуемого Unibus, грузовой транспорт, это Unicar, высокоскоростной транспорт, Unilet и, конечно же, наш легкий прогулочно-спортивный экскурсионный транспорт, транспортный Android, я бы сказал, это Unibike. По концепции, по спецификации я также добавил бы такую аббревиатуру PRT, это Personal Rapid Transit, то есть это персональный скоростной транзит. А транзит, чтобы вы понимали, из греческого это перемещение из одной точки в другую, то есть неважно перемещается на самом деле либо пассажиры, либо товары, грузы, это транзит. И, соответственно, PRT абсолютно понятная аббревиатура для иностранцев. Так как мы ориентируемся именно на глобальный рынок, на мировой транспортный рынок, то, соответственно, если говорить про легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, не смотрите на то, что он такой невзрачный, маленький, но очень красивый, так скажем, по дизайну, по промышленному дизайну. И если многие на сегодняшний день промышленные дизайнеры просто рисуют данную концепцию, чтобы было красиво, чтобы было не высокотехнологично, а именно по дизайну цепляло потребителя, но легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт и также юнибусы, юникары, юнилеты, естественно, это как раз-таки дизайн создан за счет высоких аэродинамичных свойств. То есть за счет серьезной очень аэродинамики появляется такой замечательный, симпатичный вид нашего юнибуса. И если говорить о других преимуществах направления технологии Skyway, то я могу очень быстро перечислить это дешевый проезд, это безопасность, комфорт перемещения, это долговечность, колоссальная долговечность, дамы и господа, по сравнению даже с вантовыми мостами и так далее. И я могу привести такой пример замечательный по поводу строительства вантовых мостов, чтобы немножко разрядить обстановку, а то у нас наука, наука. Наберите в ютуб мост на Волге, который, знаете, вот так вот шевелится. И основная, так скажем, основной нюанс данного проекта заключается в том, что перепутали. И когда мост строился, соответственно, некоторые фермы, они были недостаточно напряжены. Но все было достаточно серьезно так по-русски сварено. И, соответственно, все расчеты, они перепутались. И этот мост, так скажем, болтается волнами. Это, можно сказать, такое чудо света российской действительности. Но не разрушается. И если говорить про путевую структуру Skyway, то это предварительно напряженная, закрепленная на концах анкерных опор, соответственно, неразрывная статически неопределимая конструкция. И перемещение по данной путевой структуре действительно это экологичное перемещение. Путевую структуру можно теоретически взорвать. Да, сегодня эта проблема встает перед всеми странами. И мы в недавнем времени видели в Брюсселе и так далее очень такие серьезные, неприятные происшествия. Но стоит с этим также считаться. Такая возможность имеет место быть. Соответственно, если взорвут опору, то струнная путевая структура, она просто провиснет. И, соответственно, жертв будет либо минимальное количество, либо не будет вообще. Ну и что говорить про инновационность, дамы и господа. Это, собственно, что сравнивать с современным подвижным составом. К примеру, гужевой транспорт с современными автомобилями. К примеру, Бугатти Верон, к примеру, Шевроле Камаро и так далее. И если говорить про аэродинамичные свойства, качества, то, как я уже говорил, очень большое значение имеет для такой красивой формы, обтекаемой формы, что касается высокоскоростного состава в форме капли, то я могу сказать, что форма капли, вообще транспортное средство в форме капли, могу сказать, что максимально достижимый коэффициент аэродинамического сопротивления 0,04. И что касается юнилётов, юнибусов и так далее, у нас был именно такой декларированный коэффициент аэродинамического сопротивления, его значение, это, соответственно, 0,075, но сейчас оно будет ещё лучше, то есть это будет в границах примерно, на мой взгляд, 0,06-0,075, то есть это, можно сказать, революция действительно в транспортной аэродинамике. Если говорить про КПД колеса, Михаил Орлов, это соучредитель, президент Международной ассоциации теории решений и запретательских задач. У меня, как для инженера-механика, это было очень важно, когда человек такого уровня, действительно, очень серьёзный научный разработчик, деятель и инженер, в первую очередь, сказал, что действительно у струнной транспортной системы Анатолия Эдуардовича Юницкого максимальные КПД колеса по сравнению со всеми существующими на сегодняшний день транспортными средствами. То есть это максимальная, минимальная площадь соприкосновения с поверхностью, соответственно, минимальный коэффициент трения и так далее. То есть фактически площадь соприкосновения, она не то, что пятно большое, как при перемещении пневмашины, допустим, на автомобиле по асфальтовому полотну, я не говорю уже, как правило, колдобоины и так далее, выбоины, которые нас сопровождают в российской действительности, можно оставить просто колесо, перемещаясь, вот я живу на Урале, и на самом деле Челябинск-Екатеринбург как раз-таки та трасса, которую планируют построить именно в высокоскоростном исполнении, так скажем, для китайцев по нужным в первую очередь. Можно сказать, что перемещаясь по прямой на протяжении 200-200 километров, можно оставить не просто колесо, а там настолько уже разбитая дорога, причем она разбивается буквально каждый сезон, что можно оставить два колеса, и такие аварии у моих знакомых уже имели место быть, собственно, шутят на самом деле, и на расширенном технико-экономическом вебинаре я покажу картинку, каким представляет транспорт будущего жителей провинции Российской Федерации. Я думаю, что всем будет прекрасно понятно, но транспорт, на наш взгляд, должен быть нелетающим, то есть это должен быть транспорт второго уровня, потому что транспорт второго уровня, расположение подвижного состава, его перемещение на высоте 5, 10, 15 и выше метров над землей, это сразу улучшение аэродинамических показателей в два раза, только из этого, дамы и господа. Представьте себе, что у Бугатти Верон 0,35 коэффициента динамического сопротивления, и наш коэффициент динамического сопротивления, а чтобы вы понимали, то это конкретно влияет на затраты топлива, на экономию при перемещении и так далее, на различные свойства, которые влияют на скорость и так далее, позволят достичь нам 500-600 км в час передвижения и, соответственно, формирует это все в совокупности значительной экономии не только топлива, но и материала при строительстве. Чего не скажешь о современных японских, корейских, китайских транспортах как первого уровня, так и второго, чего не скажешь о Сапсане, чего не скажешь о многом том, что сейчас кажется высокотехнологичным. ТЖВ, Тхана Ген Витес, если говорить про французский, поезд на высокой скорости в дословном переводе, это уже, дамы и господа, если не динозавры современной транспортной цивилизации, то, так скажем, ну, что у нас шло за динозаврами, то есть более прогрессивные, так скажем, млекопитающие. И можно сказать, что самолеты и так далее, это уже такие птеродактели цивилизации, то мамонты, можно сказать, что это ТЖВ, это Сапсан и так далее. Но, дамы и господа, всех интересует наверняка, почему струна, почему называется струнная технология, на самом деле всем приходит, я думаю, в голову гитарная струна, балалайка, и более того, до того, как это было признано, сейчас это признано, 11 февраля была официально признана технология Skyway на экспертном совете при Министерстве транспорта Российской Федерации, и я могу сказать, что, да, ранее называли балалайкой струнную технологию, вот эту вот путевую структуру, называли, так скажем, не струнными, даже балалайкой, что мне там балалайку показываете. И, соответственно, давайте будем серьезными, максимально уже погрузимся именно в технологические параметры. Струна – это предварительно напряженная, неразрезная, неразрывная, статически неопределимая конструкция. Она натянута, соответственно, натяжение происходит в первую очередь за счет натяжения вот этих старинных проволок диаметром от 2 до 5 и выше миллиметров, далее они закрепляются, то есть специальными элементами крепления, они принимают на себя основные, так скажем, усилия и так далее. Они не идут, усилия, я говорю об усилиях данном случае, не идут на бетон, соответственно, он не будет растрескиваться, и основные, так скажем, моменты изгиба, кручения и так далее действуют также на стенке, на стенке путевой структуры. Далее ставится головка рельса, она также абсолютно инновационная, и путевая структура получается абсолютно ровной, гладкой, при перемещении вы не заметите никаких вибраций, и не будет никаких эффектов рельса, шпалы, которые мы привыкли наблюдать при перемещении на железнодорожных составах, этого всего не будет, это уйдет в действительном небытие. Но, дамы и господа, все было бы абсолютно, так скажем, иллюзорным, я бы строил воздушные замки, если бы сейчас не велось уже сейчас строительство. И то, что мы с вами развиваем посредством народного финансирования, посредством краудинвестинга, я могу сказать, что это воплощается действительно в железе, это воплощается в бетоне, и такое вот сравнение чисто личное, я могу привести, не знаю, совпадение это или нет, но очень приятное совпадение, потому что у страховых компаний, допустим, кто не в курсе, максимальный показатель безопасности и защищенности страховых взносов это 3А, то есть ААА. Посмотрите на картинку, у нас фактически 3А. И это подтверждает также, не то, что подтверждает, а так вот уже в виде сравнения также дополняет, что действительно технология, струнная технология Анатолия Эдуардовича Ильницкого, начиная от станций, которые будут, кстати, с зелеными насаждениями, за которые, соответственно, чуть более полугода был получен Гранд Про ООН за использование зеленых насаждений на крышах, экономиях при строительстве, экономиях затрат на материал и так далее. И все действительно воплощается, дамы и господа, буквально вырастает на глаза. И каждый день происходит преобразование, уже воплощается в железе, в бетоне, в арматурах и в различных конструкциях. Это то, что на сегодняшний день было достигнуто. И, дамы и господа, это действительно приятно видеть, когда наши с вами инвестиции уже здесь капитализируются. То есть Анатолий Эдуардович Ильницкий еще на самых первых вебинарах говорил, что у нас есть уже даже подстраховка, потому что техническая документация уже разработана. Теоретически эту техническую документацию, допустим, на городской пассажирский транспорт, на грузовой, на юнибайке, спортивно-экскурсионный транспорт. Теоретически ее можно продать сейчас китайцам, либо другим разработчикам за очень большие деньги. Теоретически за этот процесс вы можете получить даже прибыль, уже основываясь на этом процессе. Но это абсолютно глупый процесс. И это больше идет по логике Ронов Уэйнов. Это тот человек, который продал именно долю в корпорации Apple, которая когда на тот момент еще не являлась корпорацией. За несколько сотен долларов сейчас это было бы целое состояние. И поэтому, естественно, мы все доведем до победного. Естественно, будет произведена демонстрация и далее сертификация. Первый продемонстрированный подвижный состав уже в движении, так скажем, появится в нашем современном мире уже, в мире эпохи транснет и технологии Skyway в октябре 2016 года, октябрь, ноябрь. И планировалось, на самом деле, показывать даже весной, максимум летом юнибайки. Но по ряду причин, в том числе то, что необходимо запатентовать первые промышленные образцы для того, чтобы хотя бы на первых порах не украли в наглую конкуренты, то, дамы и господа, я могу сказать, что все делается действительно вовремя. Но самое приятное и действительно так вот греет душу тем людям, которые развивают этот проект на сегодняшний день, что фактически достроен уже транспортно-логистический узел, который можно сравнить с потенциалом дубайского аэропорта. И, соответственно, такой пассажиропоток сможет обеспечивать вот эту вот небольшая, казалось бы, станция транспорта второго уровня. Отсюда выйдет, соответственно, подвижной состав, городской пассажирский. Также скоро будет начато строительство легкой трассы. И, соответственно, уже установлено действительно 19 промежуточных опор, 19 является в металле стальной. И остальные сделаны из железобетона и так далее. Из таких вот простых материалов, чтобы показать, что действительно максимально можно удешевлять конструкцию. И фактически затраты идут минимальные по сравнению с тем, что на сегодняшний день мы наблюдаем современные транспортные индустрии. То есть вот такие столбы – это, по сути, не инновация. И многие, так скажем, составляющие струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, если взять по отдельности, это не является инновацией, но ноу-хау заключается в том, что Анатолий Эдуардович Юницкий использовал простейшие и известные законы физические, но также есть и сложнейшие тут технологические расчеты, инженерные расчеты. Более того, создана целая модель, на самом деле, вплоть до влияния цвета краски Юнибуса на его расход топлива и так далее, на систему кондиционирования, экономии, энергии. То есть даже вот до таких мельчайших подробностей сейчас выстроена система разработки подвижных составов и путевой структуры. И, дамы и господа, гениальность и Леонардо да Винчи, и Леонардо да Винчи нашего времени, Анатолия Эдуардовича Юницкого в транспортной, не только технологии, инфраструктуре заключается в том, чтобы простое, известное соединить действительно гениальное, высокоэффективное, дешевое, безопасное и комфортное перемещение и более того, создать действительно концепцию необходимую на сегодняшний день, жизненно необходимую для всей планеты и то, что будет востребовано более чем, так скажем, современным рынком. То есть мы в вебинаре о расширенном технико-экономическом Сергеем Анатольевичем уже покажем, каким образом действительно уже развивался транспорт второго уровня и почему многие финансовые корпорации сейчас, так скажем, ищут те проекты, которые могут достаточно серьезно скапитализировать тот проект, который на сегодняшний день находится еще уже не в зародышевом состоянии, уже, так скажем, мы ползаем на коленках, но когда он расправит плечи, то уже мы пойдем смело. Вначале это будут десятки миллионов прибыли, потом сотни миллионов. Быстро мы догоним, я абсолютно в этом уверен, капитализацию Apple, Google, причем вместе взятых и, соответственно, дамы и господа, вы действительно также можете в этом принимать участие. Это та ценность, которая несется всеми нами и в первую очередь лично Анатолию Эдуардовичем Ницким, Сибиряковым Сергеем Анатольевичем. То есть это тот человек, который более 15 лет вместе с Анатолием Эдуардовичем Ницким развивает проект. Виктором Багуриным, который также более 5 лет развивает проект или даже больше. И, соответственно, это та команда, которая действительно является костяком на сегодняшний день. Дополнительным, так скажем, подспорьем и дополнительной мощной опорой является научно-производственно-конструкторское предприятие, которое состоит из более чем 15 КБ. И, дамы и господа, даже тот человек, который проявит минимальные интересы, просто зарегистрируется в проекте, просто начнет наблюдать, получит по велению, так скажем, и по распределенному потоку, специально выделенному потоку, можно даже назвать каким-то образом из резервного фонда головной компании. Это некая замена рекламного бюджета. На рекламу многие корпорации тратят до 80% своего бюджета и часто она не окупается. Вы все прекрасно знаете, сколько на рекламу тратят Кока-Кола, сколько тратят различные организации, корпорации, которые пропагандируют курение и так далее. Здесь же у нас технология, которая признана нести благо человеческую цивилизацию. Более того, просто зарегистрируешься, можете получить минимальный пакет в 100 акций в подарок. Это ли не действительно причина, супер-возможность действительно бежать и рассказывать всем о Skyway, что существует сейчас такая технология, что не инвестируйте, если не хотите, просто наблюдайте. Ну, у каждого человека, я могу сказать по своему опыту, тот, кто заинтересуется этим проектом, на 15 долларов, тем не менее люди ходят, потому что невозможно упустить этот шанс, когда находишься в информационном поле Skyway, посещаешь вебинары, посещаешь конференции, наблюдаешь за новостями и действительно понимаешь, что строя Skyway, мы спасаем планету, мы спасаем свои страны, мы спасаем самих себя и мы даем дорогу в мир транснету, будучи транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной и даже социальной сетью ближайшего поколения. Итак, дорогие друзья, вот, собственно, моя часть подошла к завершению вводного технико-экономического вебинара и теперь я передаю слово действующему государственному советнику Российской Федерации третьего класса Сибирякову Сергею Анатольевичу. Регалий достаточно много и я счастлив именно найти в своей жизни в качестве наставника действительно прорицательного, гениального человека, абсолютно, так скажем, направленного на развитие нашего общества, на развитие как нашей страны, так и вообще мировой экономики в целом. Это тот человек, который знает о макроэкономике, политике и вообще, кстати, был одним из авторов, кто писал манифест первый ранний Единой России, это Сибиряков Сергея Анатольевич. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья, до скорых встреч на вебинаре. Друзья, приветствую вас. У нас уже с Алексеем сегодня третий вебинар. Со следующей недели мы несколько увеличиваем нагрузку, у нас будет по средам уже шесть вебинаров, но это не предел, потому что мы с Алексеем как-то пробовали и проводили даже восемь вебинаров за одну среду. В принципе, тяжеловато, но в принципе жить можно, то есть это очень хорошая тренировка. И меня тут недавно задавали вопросы, что вот Алексей прям на глазах за буквально последние полгода, наверное, месяцев пять прям серьезно подтянулся и очень серьезно, интересно доносит материал. Вот я действительно всегда с удовольствием слушаю и многие вещи, как он дает. Сегодня доходчиво и понятно это мы отрабатываем, друзья, как каждую фразу, каждый бзац, поэтому это очень большая работа. И я на это всегда отвечаю, друзья, проводить восемь вебинаров в день, хочешь не хочешь, после этого будет очень серьезный результат. Вот, поэтому, а еще когда стремиться и работать на подготовке к каждому вебинару, смотреть записи, отрабатывать именно как доводить информацию, то это, конечно, друзья, очень дорогого стоит. И как раз, как Алексей уже сказал, что мы, естественно, не попугая для того, чтобы говорить одно и то же. Мы отрабатываем сейчас доведение информации для того, чтобы новички могли услышать и максимум для себя понять и принять информацию, которая необходима для того, чтобы погрузиться в проект, для того, чтобы понять основные термины, основные научные концепции, которые мы закладываем, понять масштабность возможностей этого проекта и принять для себя решение двигаться дальше. Для нас это мы специально отстроили наиболее комфортно для этого системы, значит, просто перейти на следующий вебинар, который будет уже для Сибири и Дальнего Востока, у нас он проходит после 12 часов в 13 часов по Москве. Соответственно, для европейской части он будет следом в 20 часов после небольшого перерыва. На наш взгляд, это наиболее сегодня эффективная такая форма. И второй момент очень важный, которым мы делаем акцент, и здесь вы все наши партнеры, мы обязательно открыты и очень много мне пишут, мы согласовываем. Это уже для вас, как для людей, которые общаются и доводят информацию до новичков, рассказывают об этих проектах очередным интересующимся людям, следующим лидерам, которые могут подключиться, либо потенциальным инвесторам, то это тоже очень полезно, то есть следить, смотреть, вырабатывать аргументацию и нарабатывать то, что вам необходимо для привлечения и заинтересованности потенциальных инвесторов в работе. Поэтому мы такую работу делаем, мы, естественно, меняем каждый раз определенные акценты, смотрим, как и наша задача еще за 2-3 месяца выработать, как мы называем, форму такого идеального доведения. И сейчас я могу сказать, она все с каждой неделей, с каждым вебинаром становится все более такой точной, более понятной. И эта работа в конечном итоге мы планируем ее завершить каким образом, что где-то в мае, в июне мы сделаем уже такую очень квалифицированную студийную запись этого вебинара, которая будет уже и с технической поддержкой одновременной, и демонстрация на заднем плане, и демонстрация вложенных экрана, и накладка голоса. И этот вебинар мы запишем, и таким образом его можно будет использовать для новичков, чтобы просто пересылать, делать, и таким образом вот эти вводные вебинары мы переведем уже в систему записи. А для новичков будем уже вводить форму, что человек, который просмотрел вебинар для начинающих, получил основную информацию, и у него появилось какое-то желание, какой-то интерес двигаться дальше, мы будем вводить уже интерактивную форму вопросы-ответы, когда можно задать, получить ответ. Хотя, друзья, я могу сказать, что 99,9 в периоде вопросов, которые задаются, они уже имеют ответы. На 90% из них есть ответы в книге Юницкого «100 вопросов, 100 ответов» на сайте «unitsky.com» либо «rsv.defis.system.com». Соответственно, смотрите там, также это есть на всех ресурсах партнеров, то есть и краудинвестингового фонда «Skyway Capital» и нашего партнера «Skyway Invest Group». Соответственно, еще сейчас подключились две краудинвестинговые площадки, которые работают именно по привлечению инвесторов, по выстраиванию краудинвестинговой инвестор-проводящей системы. Эта, друзья, работа ведется, благодаря этому живет проект, благодаря этому создается доказательная научная база, то есть строится экотехнопарк со всеми техническими демонстрационными стендами, которые есть. Проводится работа по изготовлению прототипов, моделей, которые и испытываются уже на стендах и продуваются в аэродинамических трубах. Это, друзья, большая научно-инженерная работа, потому что то, что сегодня мы делаем, мы создаем сеть следующего поколения. Это транснет, то, что идет следом за интернетом. Это следующий цивилизационный такой шаг. Это следующее технократическое развитие, потому что мы находимся в технократической цивилизации экономики. И это то, что еще в начале XX века Николай Кондратьев, это наш российский ученый, экономист, будущий академик, соответственно, вывел в теорию длинных технологических волн. И с точки зрения здравого смысла мы не зря каждый раз обращаемся к этой теории технологических этапов, технологического развития, которые на уровне здравого смысла сегодня дают каждому понять, что каждому времени, начиная, допустим, там 250-300 лет назад, присутствовала своя технология, которая определяла этот уклад. То есть это начало первого промышленного производства, это конец XVIII века в Англии, это появление паровой машины, это второй технологический уклад, ведь глупо сегодня утверждать, что век до парохода, до паровоза, до паровой машины, до паровых молотов, до, соответственно, появления угольной и металлургической промыслности был такой, какой он был до этого. То есть это существенный скачок. Дальше появление электричества, друзья, тут тоже говорить мир до электричества и мир после электричества, это два разных абсолютно цивилизационных устройства, два разных общества, два разных цивилизационных соответственно общности людей. Дальше появление внутреннего сгорания двигателя, это начало XX века, это соответственно тоже новое такое цивилизационное развития, эта связка уже появилась как раз нефти, доллара и цены на нефть, барреля, и это прошло все весь 20 век, перешло на 21 век, соответственно, с развитием этого направления и этого цивилизационного уклада произошли очень серьезные изменения в геополитическом устройстве мира, и тут тоже с этим, друзья, спорить, не то что бесполезно, а глупо, потому что в начале 20 века, кто не помнит из истории, прекратили свое существование четыре империи, которые до этого существовали тысячи лет, и, соответственно, это тоже нельзя сказать, что никаких изменений не происходило, это Российская империя, Австро-Венгерская, Германская, потом Османская империя, потом еще и уже после Второй мировой войны и Британская империя, то есть это глобальные изменения мира, соответственно, до 90-х годов это было все активное развитие технологии технологий, которые сопутствующие, которые вокруг и ядром являющиеся именно авиационное строение, автомобилестроение, который изменил бы, потом ракетная техника, это все, друзья, то, что связано с использованием углеводорода, это появление, соответственно, уже радио, которое появилось на заре пятого, четвертого уклада и, соответственно, вся финансовая кредитная система, которая сопровождала развитие всего этого уклада, это наша жизнь, это появление тяжелого машиностроения, это все, друзья, уже на наших глазах, видели, и вот с началом 90-х годов, то есть начала уже зарождаться эра интернета, то есть сбора, переработки, использования и хранения информации, вот это так называемое создание виртуального мира интернет, и это уже прошло на наших глазах, от того, как мы услышали первое слово компьютер, от того, как мы увидели первый мобильный телефон, до сегодняшних уже пользовательских качеств, когда каждый из нас не представляет жизнь, что такое без компьютера, вот мы с вами просто уже, это для нас абсолютно повседневность, для нас сегодня смартфон, это уже часть нашего быта, часть сегодняшней жизни для детей, планшеты и интернет-связь в сети, это тоже уже, друзья, абсолютно такая типичная вещь, без которой мы уже не представляем жизнь. И сегодня, друзья, мы стремительно входим в следующий цивилизационный этап, это шестой технологический уклад, ядром которого являются струнные технологии инженера Юницкого, это новая сеть нового поколения Транснет, которая даст новое качество жизни, и здесь, друзья, я могу сказать, что понять, особенно для новичков, которые только сегодня погрузились и услышали, для вас сегодня самое главное для себя представить, что за последние 20 лет мир изменился до неузнаваемости, если вы будете с этим спорить, но, друзья, наверное, я вам все равно не поверю, потому что 20 или там 25 лет назад фраза «я пошел на работу и забыл свой телефон дома», она помимо улыбки могла вызвать у человека какое-то отклонение, потому что кому приходило в голову брать с собой этот телефон с дисками, нести его на работу. Сегодня, когда вы уходите и действительно забываете либо теряете телефон, то это уже действительно проблема в жизни, потому что сразу вспоминайте, что не сохранили контакта, не сохранили очень много информации, которая находится, фотографии не перекачали, ну, в общем, много чего, и это действительно очень серьезный дискомфорт. И смартфон, который ввел Джобс именно в управление операционной системой одним пальцем и с большим экраном, то есть то, что сначала появилось как iPhone, потом это развелось целую линейку вот этих i, то есть интеллектуальных устройств. Соответственно, это, друзья, уже сегодняшняя наша реальность и она приводит к тому, что на наших глазах возникли такие гиганты, тут уже обсуждались, как Apple, когда действительно на заре один из учредителей продал 10% пакета за 800 долларов. Сегодня этот пакет стоит под сотню миллиардов долларов. Это действительно реальность, которая прошла на наших глазах. И Джобс, который создал на сегодняшний момент крупнейшую корпорацию за всю историю цивилизации, соответственно, не пошел со своей технологией в General Electric, не пошел даже к Николу Делсу, который на тот момент являлся уже не в IBM, крупнейшей корпорацией производителей компьютеров. Он создал свое направление и благодаря именно передовым трендам, которые он угадал и которые были востребованы экономикой и цивилизацией, он создал самую капитализируемую компанию, самый капитализируемый рост акций и, соответственно, сегодня выплачиваются самые большие дивиденды на вложенные инвестиции в одну акцию. Это, друзья, на наших глазах сегодня происходило. И именно поколение людей, которые сегодня активно участвуются в проекте, это, друзья, те, кто первый раз услышал слово компьютер, потом увидел компьютер, потом увидел смартфон, потом сегодня мы все активно этими пользуемся. И сегодня на наших глазах рождается следующая уже технология Transnet. Это ядром, которое является струнной технологией инженера Юницкого. Это целая научная инженерная школа, которая дает целую гроздь технологий локомотивом, который является SkyWay. Но за этим тянется целое направление, которое мы назвали SkyTech, то есть технологии, которые идут за хай-теком. То есть, если сегодня сложившиеся понятия, в котором мы уже живем, это Кремниевая долина, как организационная форма, которая дает огромное количество сегодня разработок и где зарегистрировано большое количество IT-технологий, IT-компаний. Соответственно, хай-тек, это высокие технологии, то, что сопровождает и сегодня обслуживает эту сферу, эту индустрию. Мы переходим в следующий этап, это Transnet, это шестой технологический уклад, это SkyTech технологии. Соответственно, у нас свое понятие уже не Кремниевой долины, а соответственно Небесной долины, SkyWay, если говорить на английском языке. Соответственно, это все направление, которое сегодня активнейшим образом развивается. И когда мы говорим о капитализации, о венчурных премиях, о дискаунтах, которые зашиты, они все идут из именно анализа, из тех рынков, из той аналитики, которая сегодня сравнивается, делается из сегодня уже прорабатываемых адресных проектов, которые будут давать экономический эффект, из которого и будет складываться и капитализация, и в конечном счете дивиденды. И я могу сказать, это, друзья, уже работа ведется с серьезнейшими партнерами, с серьезнейшими заказчиками на уровне правительств уже десятков стран. Это уже идет с крупнейшими инвестиционными и венчурными фондами мировыми. Это, друзья, как раз работа, которая активно развивается, активно ведется. И в ближайшее время мы как раз будем видеть уже результаты того, что дальше будет происходить. Ну вот, друзья, на этом, скажем такую вводную часть мы для вебинара заканчиваем. Дальше по традиции у нас буквально 3-5 минут перерыв, когда можно выпить чаю, посмотреть. Мы это используем уже как время второго вебинара, более расширенного. Сегодня мы вам дадим, на наш взгляд с Алексеем, очень важную и нужную информацию. Именно касаемо проекта транспорта второго уровня, сегодня он будет более технологический, чем экономический, потому что больше все-таки будем говорить о технике, о сравнении. Поэтому, друзья, для кого этой информации было достаточно и вы приняли для себя решение не двигаться дальше со Skyway, я с вами прощаюсь. Здесь, друзья, ваше право, но я думаю, что со временем вы вернетесь к Skyway и та информация, которая сегодня вам получена, она все равно будет востребована и просто будет некое потерянное время и возможности, которые вы ушли. Ну а для остальных, друзья, мы с вами делаем перерыв, не прощаемся и через некой паузы мы с вами приступим к дальнейшему, уже традиционному нашему вечернему технико-экономическому вебинару. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 вебинара. Вот мы чуть-чуть специально сейчас с Алексеем сдвигаем, потому что, как показывает практика, еще первые 5-10 минут народ активно входит, поэтому мы его используем как раз для того, чтобы показать последние репортажи с Мариной Горки, с Конструкторского бюро, от того, что происходит в последние события. Ну и, соответственно, сегодня, друзья, я не мог себе отказать в таком очень удовольствии. Я очень люблю эту песню про стартапы, очень хороший перевод, потому что именно после репортажа с Юницким, как вы себя ощущаете, когда вы видите реализацию того, к чему вы стремились 40 лет, и, естественно, ответ Юницкого, что аж тут, друзья, как вы сами думаете, что на этом можно ощущать. Поэтому после этого вот такие песни, это именно для тех людей, именно эта сага о таких людях, которые могут идти, идут, невзирая ни на что, ни на укоры, ни на противодействие. И это, друзья, как раз относится сегодня к всей команде Skyway. Мы с вами все объединились одной целью, одной задачей – двигаться, реализовывать. И я могу сказать, что вот тут есть определенные скептические, что, друзья, пока рано радоваться, рано говорить о каких-то результатах. Здесь я, друзья, наверное, с вами не соглашусь, и, наверное, я, как никто другой имею на это право. Потому что я участвовал с Анатолием Дуаровичем, когда подключился Александр Иванович Лебедь, и началось первое строительство полигона в 2001 году, и была построена первая путевая структура, проведены испытания, и, как сказал Лебедь, струнным технологиям быть, и Юницкий, как уже генеральный конструктор, начал дальше продвигать, испытывать эту технологию, и это все проходило на моих глазах, и на прошлой неделе мы даже показывали ряд таких побочных эффектов, когда ряд команды, с которыми мы работали, ряд менеджеров, с кем мы дружили, вместе это сегодня, объявив себя отдельным конструкторским бюро, представить, пытаются выдать и полигон в озерах, и работу вообще всего конструкторского бюро, как личную заслугу. Конечно, друзья, такое вранье и обман это неприемлемо, но это, друзья, ставим на их совести, мы прошлый вебинар этому посвятили, только для того, чтобы у вас была информация, понимание, и если возникнут вопросы, можете смотреть запись, показывать другим, там есть четкое объяснение. Сегодня, друзья, строится Марина Горка, это совсем, экотехнопарк, это совсем другого уровня работы, это совсем другая задача. В 2001 году у нас была горстка энтузиастов, которые, столкнувшись с чиновничьим беспределом, столкнувшись там с такой недобросовестной конкуренции, не смогла отстоять, сделать и удержать проект, и в 2009 году этот полигон был уничтожен, казалось бы, после поддержки на тот момент президента страны Дмитрия Анатольевича Медведева, и это объяснить на тот момент было практически ничем невозможно. Сегодня, конечно, по прошествию многих лет уже понятно, логика, понятно, как и почему это все происходило. И сейчас, друзья, когда нас уже сотни и сотни тысяч, когда мы реально сегодня приближаемся уже с количеством всех инвесторов фонда и главной компании, реально к 300 тысячам человек, которые уже просто инвестировали в проект, когда у нас сегодня есть результаты, есть работающее конструкторское бюро, строится экотехнопарк, идут продувки в трубах, идут испытания путевой структуры и элементов подвижного состава, это, друзья, уже невозможно сказать, что нет никакого результата. Потому что то, что мы до этого этапа дошли, друзья, это уже огромный результат, потому что большинство тем, с кем мы общались, большинство наших оппонентов, они считали, что мы не сможем создать краудинвестинговую систему, которой будет достаточно для того, чтобы содержать конструкторское бюро, что мы не получим землеотводы, что мы не начнем строительство, мы не приведем к испытаниям. А сейчас нам говорят, а дальше вы не дойдете до окончания, а дальше не проведете испытания, а дальше не получите сертификацию, а дальше не получите заказы. Так вот, всем этим, друзья, сегодня ответ один – все получим. Мы декларировали свои цели изначально, и это, друзья, огромная ответственность. Одно дело, когда вы делаете и показываете, вот что мы, друзья, сделали, не показывая промежуточных сложностей, которые, не беря на себя ответственность по срокам, это, друзья, намного проще, когда бесконечное финансирование и бесконечное количество времени. А когда, друзья, очень ограниченное финансирование, где считается и на счету каждая копейка, где каждый час, каждое время вы видели выходные, не выходные. И как раз с Анатолием Довичем мы расстались буквально в пятницу вечером, когда он вышел с Министерства транспорта, где было одобрено и, соответственно, получено положительное заключение вообще на применение технологии на территории Российской Федерации. После этого он приехал и сразу включился в работу. Это, друзья, уже совсем другое, другая ипостасия, совсем другая работа. И здесь я могу сказать, что то, что сегодня делается и та ответственность, которую на себя берет Юницкий, как генеральный конструктор, как генеральный директор и руководитель проекта, когда декларируются и обозначаются сроки и показываются цели и задачи, к которым уйдем, друзья, это огромная ответственность. Ведь намного проще ничего не говорить, нет, мы сделали вот это. Неважно, за какое время, за какие деньги, сделали и все. А когда, друзья, у нас нет такой роскоши, когда мы для отчетности, когда мы для того, чтобы показать, как работает краудинвестинг, мы показываем каждую опору, мы показываем каждую проделанный этап, мы показываем то, что делается в конструкторском бюро, друзья, это огромная ответственность. И то, что мы сегодня это делаем, несмотря, ведь мы же это показываем, друзья, чтобы вы понимали, не только доброжелателям, не только, кто находится в проекте. Мы это показываем сегодня и противникам проекта, конкурентам проекта, завистникам и тем, кто пытается его остановить. Они тоже это видят, они тоже, друзья, это используют совсем в других целях, совсем для других задач. Поэтому в этих условиях мы движемся, и для нас каждая такая промежуточная победа – это общий результат. И мы не можем о ней не говорить. И уж тем более, друзья, мы не можем не гордиться и не говорить этими результатами, потому что мы их ставим, мы их достигаем и мы движемся дальше. И поэтому, друзья, когда мы очень много уделяли и будем еще уделять этой работе с Министерством транспорта, а здесь, кстати, тоже с точки зрения вебинаров, которые звучали, вы помните, не раз, особенно конец прошлого года, начало этого звучало о том, что будет уходить губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко, на его место будет приходить. Ну тогда разведка доложила, что будет приходить Игорь Слюняев, который вице-губернатором сегодня под псевдонимом Игорь Албин. Я даже с ним встречался, обсуждали вопросы. Но я могу сказать, что сегодня практически подтвердилось, буквально днями или, может быть, часами будет озвучено, что губернатором Санкт-Петербурга станет Максим Соколов. Это довольно-таки молодой парень, он сейчас министр транспорта, и как раз при нем технология сегодня изучена, прошла экспертный совет, одобрена и рекомендована для внедрения в регионах Российской Федерации. Поэтому, естественно, я думаю, что мы и активнее начнем продвигать адресный проект в Санкт-Петербурге, который разработан сегодня и обсуждается эта северная жемчужина, это создание спортивно-туристического кластера на практически 80-100 тысяч туристов в сутки для Санкт-Петербурга. Также будет транспортная сеть северо-запада рассматриваться, поэтому много чего двигаться и, соответственно, ждем очень серьезных изменений в самом руководстве Минтранса, которые активно сегодня происходят. И сегодня, после неимоверной, я могу сказать, сложной работы, которую провел Юницкий все конструкторское бюро и лично сам Юницкий с Виктором Бабуриным выдержали просто неимоверные такие испытания общениями с экспертами, которые неположительно настроены были изначально к технологии и от них получить положительное заключение, это, конечно, друзья, дорогого сна. Поэтому, когда нам говорят, что, ребята, нам нечего показать и тем более нечем гордиться, здесь я просто не соглашусь. И я еще раз начну с того, что, точнее, с того, что я начал, что когда два с половиной года у нас была небольшая горстка людей, и у нас на вебинаре было там по 20, там первый вебинар три человека, потом 30 человек, там 40, потом первая сотня, потом 500, тысяча человек, первые инвестиции, первое строительство. И когда мы говорили, что мы создадим конструкторское бюро, мы получим землю, будем строить, промежуточные этапы, которые были, это Литва, это взаимоотношения с президентом, личные его отношения Юницкого с президентом страны, когда они были в личной переписке и личном общении. Не буду уже повторять, кто кого кем называл, но это очень, и я могу сказать, что очень многие высокопоставленные люди и в России, и в Европе следили за этим, то, что происходило. И после этого движение сегодня в Белоруссии, и выход на такие результаты, и сегодня подготовка, я считаю, к очень интереснейшему мероприятию 23-24 апреля, это все, друзья, демонстрирует о том, что проект живет, проект развивается, и нам нечего скрывать из тех промежуточных результатов, которые мы сегодня показываем. И тут тоже сейчас есть, а вот 23-го обещали показать нам. Во-первых, друзья, сроки в технических проектах всегда могут двигаться, во-вторых, по Юнибайкам, то, что говорили, в апрель месяц это еще не время, чтобы их показывать, потому что не окончена еще интеллектуальная защита, и можно показывать только тогда, когда завершен весь комплекс мероприятий. Он будет завершен, скорее всего, в мае, в июне этого года, но что можно точно сказать, что в сентябре месяце, когда будет международная инновационная выставка в сфере транспорта в Берлине, куда приглашена технология Skyway, и Ньюстэм будет напротив технологии Hyperloop, там будут представлены уже прототипы и Юнибайков, и Юнибусов уже в нескольких модификациях. Соответственно, какой и как это будет демонстрация еще будет определена, но то, что это будет очень значимый показ и очень существенная такая весомая демонстрация, это можно сказать сегодня однозначно. И здесь, друзья, я могу сказать именно свое мнение, которое уже видел в разных ипостасиях развития проекта, что на сегодняшний момент Юницкому, как человеку 40 лет продвигающим и двигающим проект, сегодня есть чем гордиться, и есть что показывать, и есть за что нести ответственность. Поэтому это, друзья, тоже очень важный такой момент, и все мы с вами первое в этом его поддерживаем. И второй момент, я извиняюсь, у меня просто очень серьезно подпростыл, поэтому у меня такое подкашляние сейчас с легкими, так что прошу извинения, буду так немножко это попивать тут. У меня предпочитают.